Привет, друзья! Это Макс из English Show. Некоторые слова в английском языке очень похожи, кстати, на французский. В них не читаются буквы. Мы называем их silent letters. То есть тихая буква, она не произносится. И сегодня мы обсудим с вами одни из самых распространенных слов, такие в английском языке, в которых часто допускают ошибки те, кто изучают английский. Поехали! Первое слово – бомб. Слово бомба – это не бомб. Последнее би в нем не произносится. Бом, 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 бом. Бом, 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 бом. Hundreds of bombs were dropped on the city. Сотни бомб были сброшены на город. Hundreds of bombs. Со словом бомб есть пару устойчивых выражений. Если бомба взрывается, мы говорим бомб explodes, explode, or goes off. Оба этих слова означают, что бомба взрывается. Explode – взрываться, go off. Explodes – goes off. Как в фильме «Бэтмен». Бомба взорвется завтра. Итак, в слове бомба не произносите последнюю би. Бом. Бомб goes off tomorrow. Следующее слово – climb. Взбираться, карабкаться. Клайм. Последнее би в этом слове тоже не произносится. Клайм. Например, взбираться по лестнице. Клайм the stairs. Или взбираться на дерево. Climb a tree. Climb, not climb-b. Или некоторые говорят клим-б вообще. Клайм. She climbed up the stairs. Она взбиралась по лестнице. Она поднималась по лестнице. If I give Henry permission to climb a wall, he can climb a wall. Говорится в этом фильме. Если я дам разрешение Генри взбираться на стену, он будет взбираться на стену. Следующее слово – это долг. Debt. Здесь буква B, третья буква, не произносится. Это не debt, а просто debt. Debt, debt, debt. Долг. I need to pay off all my debts. Мне нужно выплатить все свои долги. Pay off – это не просто заплатить. Pay off – это расплатиться, полностью погасить долги. I need to pay off my debts. Without a job, he'll never clear his debts. Без работы он никогда не расплатится с долгами. Wouldn't it cover your outstanding debts? Разве это не покроет твои непогашенные долги? Outstanding debts – непогашенные долги. Wouldn't it cover your outstanding debts? Итак, еще раз, друзья. Долг – это просто debt. Следующее слово – doubt. Сомнение или сомневаться. Это не doubt. И снова злополучная буква B здесь не читается. Doubt, doubt, doubt. Сомневаться или сомнение. There is no doubt at all that we did the right thing. Я абсолютно, никаких сомнений нету, что мы все сделали правильно. No doubt. Нет сомнений. Даже есть такая музыкальная группа, которые пели в 90-х. Don't speak. Че-то там и че-то. Группа называется No Doubt. Без сомнений. No doubt. But you still have your doubts. У тебя до сих пор еще есть сомнения. But you still have your doubts. И это очень своевременная, друзья, фраза. Потому что я не хочу, чтобы вы больше сомневались, когда вы говорите на английском языке, какое поставить время. У нас есть целый проект по временам. В этом проекте я вам объясняю в видео, как использовать каждое время очень подробно. У вас будут видеоролики, у вас будут объяснения, у вас будут тесты и у вас будет практика с носителем. С помощью этого проекта вы полностью закроете проблему времен. So, don't doubt. Поэтому don't doubt. Ссылка будет в описании, переходите по ней и узнайте, что это такое за проект по временам. Окей? Don't doubt. No doubt. Следующее слово dumb. Глупый, тупой. Когда я был подростком, вышел фильм «Тупой, еще тупее». В оригинале он называется dumb and dumber. Но все детство я не знал об этом и говорил «дамбен дамбер». То есть в слове dumb глупый, тупой. Буква B, опять же, не читается. Фильм называется dumb and dumber. So, dumb – глупо, тупо, не слишком умно. That was a pretty dumb thing to do. Это было очень глупо с твоей стороны или с его стороны. That was a pretty dumb thing to do. Dumb – no B. No B at the end. If police question you, act dumb. Здесь слово question не означает вопрос. Здесь слово question – это глагол. Если полиция будет тебя допрашивать – act dumb. Act dumb – это немножко идиомное выражение. Оно означает «включи дурачка». Веди себя, как будто ты ничего не понимаешь. Act dumb. Полиция будет допрашивать – act dumb. Dumb, dumb, dumb. Real dumb title, though. Real dumb. В этом видео мы слышим. Real dumb title, though. Real dumb. Правда, очень глупое название. Да, очень глупое. Итак, dumb – не dump. Dumb, dumb, dumb. Следующее слово. И снова злополучная буква B. Thumb. Если вы смотрите каких-то англоговорящих блогеров, они все время говорят, что надо thumbs up. Thumbs up. Ставьте лайк. Большой палец руки – это thumb, а не thumb. Thumb, thumb, thumb. Thumb, thumb, thumb. She still sucks her thumb when she is worried. Она до сих пор сосет свой палец, когда она волнуется. Одна из моих сестренок очень долго, мне кажется, лет до пяти или до шести сосала палец. Просто привычка. Мы мазали перец сюда, что только мы нам не мазали. Все равно. Когда она, чтобы успокоить себя, she suck her thumb. Thumb – большой палец. Suck – сосать. My thumb is burning. Мой большой палец горит. It's burning. My thumb. My thumb. It's burning. Еще раз. Thumb, thumb, thumb. Не забудьте, кстати, поставить этому видео thumbs up, thumbs up, thumbs up. Следующее очень просто. Salmon – это лосось. И я думаю, что это, если вы хотите сказать про семгу, можно использовать то же самое слово. Salmon – лосось или семга. Красная рыба. Salmon – salmon – salmon. Здесь уже не буква лэ, здесь не читается… О, не буква би, здесь не читается буква эль. Это не сэлмон, а сэмон. Сэмон – сэмон, сэмон, сэмон. Two salmon for dinner? Два лосося на ужин? Two salmon for dinner? Еще раз, дорогие друзья. Сэмон. Лосось или семга? Сэмон. Следующее слово – психология. Вообще, дорогие друзья, все, что касается психологов, психологии или чего-то психологического, в этих словах не будет читаться первое пи. Психология – это psychology, а не психологии или психологии. Все это относится также к словам психолог, психологические и так далее. Хватит уже летать здесь. Psychology. Not psychology. С-с-сайкологии. Первую букву пи выкидываем. Кевин has a master degree in psychology. У Кевина степень магистра по психологии. Psychology. I'm gonna study psychology. Слышим мы в этом ролике. I'm gonna study psychology. Я собираюсь изучать психологию. Итак, дорогие друзья, все, что касается психологии – psychology. Следующее слово – aisle. Как только это слово не произносит? Aisle. Aisle – это вообще проход между рядами сидений. В самолете, церкви, поезде, в кинотеатре. Или это проход между рядами в магазине. То есть вот тут мясной отдел, здесь алкогольный отдел, тут макаронный отдел. И между ними вы проходите, вы ходите по aisle. Aisle – это проход. То есть идут сидения в кинотеатре или где-то еще. Это aisle. Вы идете по своему aisle. Aisle – это проход. Если вы в самолете предпочитаете сидения у прохода, то это aisle seat. Бывает в самолете window seat and aisle seat. Сидения у прохода. Couple examples. Coffee and tea are in the next aisle. Чай и кофе в следующем проходе. То есть вам нужно в магазине сейчас пройти в другой проход и там вы увидите чай и кофе. Next aisle. Next aisle. Would you like a window seat or an aisle seat? Ты хотел бы место у окна, у прохода? Would you like a window or an aisle seat? Дорогие друзья, это слово читается aisle. Aisle, aisle, aisle. Выкидываем букву S. Следующее слово – sword. Это не sword, это sword. Меч. Здесь не читается буква W. Sword. Просто sword. The pen is mightier than sword. Очень классная пословица. Эта пословица в английском языке означает, что за всю историю человечества люди, которые писали что-либо, писали поэмы, стихи, книги, сделали для развития человечества больше, чем сделала война и меч. The pen is mightier, что значит сильнее, более могущественный, than a sword. Sword. Меч. Напишите комментарий, согласны ли вы с этой пословицей или нет. The pen is mightier than a sword. Last example. Drop your sword. Drop your sword. Drop – это ронять или бросать что-то. Бросай свой меч. Итак, в слове меч мы не читаем W. Sword. Дорогие друзья, я надеюсь, что этот выпуск был для вас полезным. Если да, thumbs up и stay tuned. Не теряйте с нами связи. Stay tuned for the next lessons. It was Max. It's English show. Guys, stay tuned. Увидимся с вами очень скоро. Пока.